Слава Богу! 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 Слава Бог! Слава Бог! Слава Богу! Слава Бог! Слава Бог! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Бог! Слава Бог! Слава Бог! Слава Бог! Слава Бог! Говоритх, Он написал Духом Святым! Она твердая луна! И здесь Иисус говорит! А разве вы не слышали? До этого момента они видели только благодать в нем. И вот, заметьте как, резко меняется температура. Скажите, во время, когда был Пророк Илья, Вы читали? И Он прошел всю страну. Чтобы увидеть, что всё сгорело! Брошенная скотина валяется. Нет пастбища. И он идет, и ни у одной евреи не останавливается. И он говорит, почему он пошел в старепуту Сидомскую? А представьте, для евреев как это было слышно? Что, мы хуже их? Ездор неоднократно говорит. У нас, по крайней мере, хотя бы одного найдешь. У них у язычников ни одного нет праведного. И далее он говорит об Елисеи. А во время Елисея, на котором был двойник, как на Елии, прокаженных сколько было? Юг, это родина проказа. Сегодня насчитывает до 12 миллионов. Не из цельной болезни. Правда, придумали какая-то вакцина Мексуда есть, которая помогает затормозить болезнь. Но он, Елисей, исцеляет только сирийского военачальника. Ну прокаженных сколько было здесь? Почему нет? Больше в Елисей ничего не добавил, как я спросил, мы читали. И написано, что мгновенно исполнилось ярость. На кого? На того, на которого смотрели. Лицо, может, смятилось, как у Серафима Саровского. И сходила благодать. Они все забыли. Они сразу схватили его, повели на вершине города, где стоит, и свергнуть его оттуда. Но он, милостью, прошел через мир. И ушел. Правда, она режет глаза. И Господь им показывал, вы не знаете Бога. Пророки день и ночь об этом кричали. Ям Хватаус говорит, посмотрите, вот входит в страну Израиль пророк Исаия. И кого он видит? И обращается к иерусалимским князьям и говорит, вы, князья Гаморские и Содомские, вот где гей-парады уже были. Да саморы все там погибли. И Гамора давно нет. Но по жизни своей они были похожи на них. И так Господь говорит, придите, и там призов. Грехи будут как багряные, как снег убелю. Кровью своей причисли. Без пролития крови нет прощения грехов. Только кровь ощущает от всякого греха. Милостыня, молитва, услышанный Богом. И нужно теперь, чтобы пришел Господь к Корнилию, то есть в лице Петра, и тогда наступит полное спасение. Слово придите мы должны повторять и для себя, и для ближних. Звать окружающих. А пойдут или не пойдут? Иеремей говорит так. Будут они слушать или не будут, Господь говорит, а ты иди, говорит. Они будут разметно дышащим пламенем. Я сделаю, как гора тебя. Они ничего не смогут делать. Наша задача сегодня распространить благую весть. Иисус умер, но Он и воскрес. Время пришествия Христа приблизилось. Павел говорит, и ныне к нам спасение ближе, чем когда мы Его услышим. Мы приближаемся к смерти. Люди стараются как-то закрепиться на плечной позиции. Вот такая была, такой. Видишь, и зверху я себя уже не узнаю. А ты говори, ближе к Господу. С каждым днем не расставание только с этим миром, а встреча с Господом. Чтобы душа научилась петь амилуи не только в храме. Потому что литургия, слово, это общее дело. Общее дело не заканчивается храмом и служением. Литургия это вся наша жизнь. Это все святые отцы показывали на этом. Мы вышли. Мы не временные здесь на 4-5 часов христиане. Мы всюду и везде. Где бы ни было. Научиться не лгать. Никогда ни у этого слова не говорите лжи. Даже по ошибке сказал, принесли изменения. Всякая ложь от дьявола. Уберите сейчас ложь. Ведь страна остановит свое движение вперед. Статистики ложь, все понимают. В выборах ложь. Везде одна ложь. А мы говорят правительство. И мы ничего не можем сделать. Сделать можем. Призвать покаяния. Мне приходилось судить. Потому что я был реабилитирован после заключения на Слово Божие. И я пришел к выводу. Судьи могут быть только те, которые оживают Суда Божьего. Им не надо зарплату сегодня как 90-100 тысяч давать. Думать, а нельзя-то не будет. Теперь взятки стали миллионами. Потому что большая зарплата. Пусть он будет даже мусульманин. Имеющий страх Божий. Мусульмане верят в то, что есть Суд Божий. Я встречался с такими судьями. Он судит правильно. Если нет страха Божия, человек не идет. Он отговаривается. А приходящий что? Три ступени должен пройти. Пришел свое Я, там будешь и оставь. Отвергай самого себя. Это первое. У нас не христианый труд. Узнать, кто ты есть. Слово Божье говорит. Исследуйте самих себя. Ни травинки, ни микроорганизмы. Организм самого себя исследует. Дальше запитая. Верили вы. Зачем бы Павел призывал нас исследовать самих себя? А как? Во свете Библии. Ты открой ее и посмотри. Я насчитывал. Все 12 томов Яна Златоуста. Они стоят в интернете. Ну и пришлось посмотреть. А длинные ли проповеди были у Златоуста? В среднем 35 минут. В среднем он приводит в каждом выступлении перед народом около 70 ссылок на Святую Библию. Кто знает Священное Писание из нас, стоящих, сидящих здесь, чтобы 70 раз в день хотя бы просчитать отдельные места Писания? Это Златоуст. В то время, когда Библия стоила труд 20 лет рабочего. 20 лет надо было трудиться. А сегодня ее можем очень просто. Позайдем в любую лавку церковную. Стоит Библия большая, маленькая. Даже для детей, понятным языком написали. Хотя это не Библия, а пересказки ее. И так Господь зовет нас к Себе. И мы должны быть с Ним. Вы знаете, одно время, как женщина слушала и воскликнула. Блаженность, ревы Тебя носившие, сосы питавшие. И вот эта церковь считает на Богородичные праздники. Но почему дальше-то нет рассуждения? Иисус-то ее не похвалил? Он говорит, блаженность, слушающая, исполняющая. Это блаженство, которое женщина воскликнула. Это понятно. Но Господь на него не обратил никакого внимания. Слушающая, исполняющая. Вот кто суть Моя. А если любите Меня, Господь, говорит, соблюдите заповеди Мои. Если ты расслышал Его голос, Он тебя зовет. Вот, знай, куда твоя тропинка должна идти в воскресный день. Куда ты каждый день должен идти. Ну, просто сами подумайте про себя. И следуй сами о себе. А когда днем, а ночью? Ночью я тоже сам иду. А если ночная молитва? А днем сколько раз меня оскорбляли? На каждое оскорбление хочется сказать три слова на одном. Или я сказал, да, это так. Прости меня, Господи. Друзья нам не те, кто медом мажет, а кто правду в глаза скажет. И это надо все применить к себе во свете Библии. Да, я расслышал, и я сделал первый шаг к нему. И он тут же побежал ко мне навстречу. Сын мой, я ждал тебя. Ты был мертвый, я жил. Как долго ты пропадал. Я двери не закрывал, куда ты придешь. Я глаза всех проглядел. Притча о блудном сыне. Так привык называть. Нет, это не притча. Это был о нашем любящем отце. Мы его дети, как он любит нас. На любой вопрос, какие только есть у человека, Бог дает ответ сам. Что интересно, Иоанн Затауз говорит, научитесь не задавать вопросы. Ну, а как не задавать? Я тогда иудренник. Оно само придет к тебе. Есть выражение Иоанна Затауста. Его мало кто знает. Он говорит, чего нет в Библии, это он не рассуждает. А у нас только все одни вопросы. А как это, а как это? Ты по Библии мне задай вопрос. Да вопрос будет иначе. Это говорил Арсений Великий. Начинают какие-то заумные вещи. Ты спроси, как бороться с грехом? Как возлюбить Господа всем умом, всем сердцем? Как услышать Его голос? Он придите и говорит, каждый день и ночь мы отдаляемся разногласиями между собой. Отдаляемся от Бога грехами нашими. Господи, открой слух мой, чтобы слово Твое достигло до ушей, дошло до сердца и перешло на руки. Это самая короткая притча в Библии. Царство небесное, подобно кому закваске, которую женщина, взявшую, положила в три меры муки, доколе не слисла все. Все. 13-я голова, 33-й стих Евангелия от Матфея. А кто такая женщина? Я говорю, вот я беседую с тиктантами, с разными, баптистами, адвентистами, эгоистами. Никто не может притчу изъяснить. Ну, притча и притча. Святые отцы истолковали. Это сокровище православия мы несем людям, должны дать им. Но они будут тогда во вред не сделают. Открыто на истину, он останавливается и говорит, так выходит у нас и в другом заблуждении. Точно так рассуждать дальше. Женщина – это душа. Она расслышала святое Евангелие и положила в уши первое мере. Бесслышание, вера от слышания, от слышания слова Божия. Риммин 10, 17. От слова Божия, не от того, что ты с бабушкой, ходил сюда и причащался. Ты должен, придя в возраст, принять его от сердца. Моисея написано, придя в возраст, предпочел страдать народом Божиим, нежели иметь временное и греховное наслаждение. Ну, сегодня сказать, сын олигарха. Если бы уверовал, то знаете, сколько разговоров? Или внук там президента. Хотя уж не сам был. Он уверовал. Он пришел. И касаясь наших сердец, Господь преобразует человека. Ты его расслышал. Пропусти дальше. Некоторые расслышали и прошли мимо. Птицы поклевали. То есть демоны похитили. А демоны, они здесь находятся? Вы думаете, что, в храме отходит священник Покадил, они все вылетели? Антоний, Бакарий говорят так. Видит, дьявол идет. И куда идешь? Как куда? На литургию. А разве ты бываешь? Он говорит. Ни одной литургии без меня не бывает. Настоятеля не было. Он смотрит. Стоит кабар с обрезанными ушами. Еридик оказался. Это жития святых нам говорят. И поэтому избави нас от лукавого церкви. Непрестанно повторяется эта молитва. Чтобы он избавил. Услышал? Да не похитит сатана это слово. Я вам считаю Слово Божие. Называем место описания. Второе принял сердце. Верующий в Сына Божий не судится, но перешел от смерти в жизнь. И третье на руки перешло. Уши, сердца, руки. Три меры руки. Хорошо запомните? Ты спасен будешь. Вера бездела мертва. И когда ты спасен, и Царство Небесное вот из таких спасенных души будет состоять. Услышал? Поверил? Исполнил. А чтобы исполнить, нужно подражать таким, на которых Господь указал. На эту вдову в Сарепте. И как ее Господь испытал? Сколько у нее богатства было? Положила женщина, и Господь говорит, она положила все пропитание. Она ее домой есть нечего. Она знала, нужно принести в храм Божий. Ты идешь в храм, не ходи с пустыми руками, закон говорит. Вот что-то принеси, положи. Для дела Божьего. А в Сарепте Сидомской у нее была одна горсть муки. И что интересно, он требует для себя, ты иди, и спеки лепешку, мне принеси. Любой скажет, даже до эгоиста, она с сыном погибает, а ты себе просишь. Это испытание Бог делает. Он испытывает веру нашу. И вот здесь, женщина эта, она слышала голос Божий. И она сделала точно, как сказано было. И далее, мука не истекает все три с половиной года, и масло, так и продолжает на одном уровне стоять, черпой ведрами, бочками, цистернами. Когда мы доверяем Богу, Господь открывает жительство неба. Пророк Малахий, третья глава, говорит о том, вы весь народ, речь идет о том Израиле, это к ним пророк Малахий говорит. Вот он как раз здесь изображен. Проклятие проклятое. Вы получаете благословение на каждом шагу, я проклинаю. Феофан Затворкин говорит так. Если священник говорит, я благословляю, а Бог говорит, я не благословляю, что будет утверждено? Священник может благословить только по Слову Божию, но не вопреки. Вопреки Слову Божию благословение Бог не приемнет. Вы это запомните? С чем подходить священнику? Не искушать его на грех. Сначала обдумай, тебе это надо? Ты о чем думаешь, ты сейчас подходишь? Священники нуждаются в максимальном приближении к Богу. Я говорю о людях, которых вы знаете, как Серафим Саровский. Почему ему пришла мысль? Нигде не написано. Я думаю, он просто видел. И он поставил себе задачу вымолить у Бога русское священство. Это в современном Пушкине. И он три дня и три ночи молится. Это настольная книга священнослужителей, третий том, 601 страница по благословению патриарха Пимена. Три дня и ночи он простирал руки и молился об одном, не о царе, не о стране, не о патриотизме, только о русских священниках-архиереях. И вдруг Бог заговорил. Как? Не знаю. Может, в шуме ветвей, как у Давыда было тутовых деревьев, но дальше начинаются кавычки, прямая вещь. И мы можем не сомневаться. Бог сказал, не пощажу и не помилую. Последствительный знак. Господи, почему? Потому что вымыслились человеческими, заменили истину Божью. Точка закрыта. Проверьте, посчитайте. Я не знаю. Осталось вам стоять на этом камне еще хоть одну минуту. Мне кажется, он поверстный, пригодный мог не вставать. Речь идет так, будто ни один священник не спасается. Как мы должны о них заботиться? Не подставлять, как говорится, их. Было время, когда одного священника трудно было найти на область. А это время совсем недалекое. И Анжелоковуц прямо говорил. Больше, то есть половина, если 10 священников, то минимум 6 будут в аду. Большая часть священников погибает. Поэтому к ним должно быть особое наше внимание. И Бог усмотрел это. Проклятием прокляты, потому что не платите десятину. Задают вопрос. Не надо задавать, Бог его назначил. А сколько десятин? А сколько ладово-старевская отдала? Всю гость в руке. Сколько женщин положила в лекции? Все пропитание свое. А в нем за эти десятины не говорится. Не говорится, потому что продавали люди их на вам уже 10 десятин отдавали. Я встретил недавно человека из сектантов. Он их как пресикер считается. Жена няньчи девятого ребенка. Они опорты не делают. И он говорит, я плачу. Он платит 5 десятин. На суде Божьем не будет он для нас укоран. А мы с одной им заплатили. 100 рублей тебе пенсия положено, десятку принеси, суда отдай. Она тебе не принадлежит изначально. Это Бог говорит так. Вы обкрадываете мне. Как? Мне деньги дали, я испратил. Мою-то десятку ты не вернул? Десятая часть принадлежит священству. Священству подойди в руки отдай. А он не берет по той причине, что у него главный-то заработок как говорится на вахло с другого. А вызывает, я не знаю, у вас как, офис освещает. Офис освещает, минимальная планка 8 тысяч. Ну и дальше. А что Бог принесет здесь? Наша сестра уехала в Грецию и принесла священству десятину. Он не понимает, что это такое. Он говорит, десятину, батюшка. Я не возьму. Положил ногам и отошла. И Господь говорит, отдайте десятину и приношение. Не открою ли я жительство неба, не пролю ли на вас все до преизбытка. Давид говорит, я был молод и составился. И не встретил человека, который предан Богу, которого внуки просили хлеба. Это все отразится на нашем благополучии. Тебе не надо будет на десяти работах работать. Я говорю о благодеянии, которые Бог дал тем, которые услышали. Придите ко мне. Услышьте меня. Он непрерывно об этом твердит нам Господь. Услышал, а теперь увидеть надо. Открой очи. Да увидим, что срамоту свою. Глазной мажем по маслу, глаза свои. Ты говоришь, я богат, разбогател, ничего не имею нужды. А не знаешь, ты несчастье, жалок слепки на голый. При десяти одежках ты голый. Купи у меня одежду, очищенную огнем. Это Божий голос, говорит, придите, я научу сегодня, завтра будет поздно. И на молитве надо проверять себя. Вот для чего исповедь. Вот для чего причастие. Когда говорят о ком-то, я говорю, как мистионер среди сектантов. Но почему у нас так не получается? Ответ один. Потому что не ходите на исповедь. У вас нет тех, которым дано право отпускать грехи. Власти, данные от Бога. Он разрешает для грехов. И неужели у нас вот все? Да мы же так любим Бога, такие хорошие. Бог дал. И на этом Господь сектанта приводит к православию. Но какой окажется там священник? Она пришла недавно, с Украины одна. А священник совсем не такой. Иди в соседнем городе. И она сейчас другим сектантам проповедует. У меня только в последнее время несколько руководителей сектантов пришли, по интернету обратились, попросили наши книги. И теперь часть из них делается священниками православной патриархии московской. Это хорошие священники, знающие Слово Божие, имеющие страх Божий. Они услышали голос при них куда возвращение домой. Не все кто. Домой это значит церковь, которую Господь основал и говорит создан церковь и врата ада не одолели. Врата ада это иеретики, нападки, злодеи, которые с церковью воюют. А как их приобрести? Ответ дается один и в канонах. С иеретиками обращайтесь кротко, дабы можно было их обратить. Они это увидят. Я просто немножко скажу не по слову. Есть такой миссионер, я считаю лучший из других. Олег Синяев, отец Олег Синяев. И вот он говорит, ему приехал в гости адвентист какой-то, угостить нечего, а у меня лежала курочка там где-то. И я его и отдал. И когда он обратился в Гоб, он говорит, слова на меня не подействовали, эта курочка подействовала. Что он отдал о том, что себе готовил. И он это не скрывает. И вот эта да, она вошла в историю, старик и святого святого. Она приняла это. У пророка Елисея ничего не было. Это по-современному бомж был. Бомжом был, если так выразить, наш Господь. Он говорит, птица имеет гнезда, лисицы, норы, а сыну еще не голову преклонить. И она увидела, ходит пророк мимо и мужа говорит, давай мы эту отдельную комнату сделаем. Ну, все, мы там столик, компьютер поставим, пусть он там работает как надо. И так и случилось. И он однажды вызвал ее и спросил, проси, чего тебе надо? Не надо ничего. Я живу среди своего народа. Здесь не Луганск, меня никто не выгоняет. И слугатель сказал, детей у меня нет, а муж и старелый. Хорошо, на следующий год будет у тебя ребенок по руках. Так же, как Англии сказали Саре Аврааму. Так и было. За что? Милостыня. Милостыня развивает такого. Милостыня умилостивляет Господа. И Корнилий язычник, ну, по-нашему сказать, сотник, это капитан, военный человек, и говорит, милостыня, молитвы твои пришли к Богу. И так пошли призови Петра и спасся весь дом. Он расслышал этот голос, и Петр услышав не стал сопротивляться. Чего я пойду к языческому какому-то военному? Он пришел. Надо все время слышать, куда тебя Бог зовет. И Господь нас будет искать там, куда он поставил, а не куда я сам залез. Надо услышать. Это хочет нам Господь сказать. И нести чистое славесное молоко, не добавлять к словам его. Господь наказывает сурово, кто наказывает прибавляет к его словам. Ни одного слова не добавляет. Я вам говорю то, что в Библии написано. Один из самых близких Бога людей был Моисей. И о нем говорится так. Господь с вами говорит, я с человеком разговариваю, с нею, не в видении, а с Моисеем лицом к лицу, как с человеком говорю. И однажды случилось так. Бог ему сказал, скажи скале сей. И сказал даст слово. А он добавит всего два слова. Неужели из этой скалы, которая нагрета на солнце под 60 градусов, и Бог сказал, и ты не говоришь, чтобы от этого нельзя. Говорят, за то, что он ударил. Нет. 105-й Псалон говорит, и он, Моисей, погрешил устами, не ухудшил. Богу не надо улучшать. Он как сказал, и так и сделает. Вы помните первого царя Израиля, Давидов, Саула? Ему было сказано, возьмешь, уничтожь. А он самый лучший баранок уже был Бог. И когда Пророк Сауил пришел, а что это за белье баранок какой-то один лучший самый выбор, зарушенный для Бога жертв. И Бог оттуда тебя, царство. Не послушание Богу такой же грех, как волшебство. Ты осуждаешь Костеревство, а может быть каждый день в этом грехе живешь. И противление Богу это такой же грех, как и донопоклонство. В равной степени. Поэтому нужно расслышать голос Божий. И как Мария, которая сборала главу и счастье ног Христа сидела сказать Господи, вот я отвергся себя, у ног твоих сижу. Блаженный слышащий исполняющий. Говори Господи Владыка, я слушаю и слышу блажить меня. И Давид говорит, однажды сказал Бог, а дважды слышал я это. То есть я ушами расслышал, допустил до сердца и понял, это то, чего я столько лет искал. Благословен Господь, который при жизни к нам тысяча девятьсот раз стучит и кто расслышит и отворит, войду к нему. Не к себе зовет, мы не идем, он к нам идет, сошел с неба, воплотившись через преблагословенный сосуд Деву Марию, которую он приготовил пять тысяч пятьсот восемь лет. Самое лучшее, что было на земле. И он через нее получает плоть. И теперь скучит на наше сердце. Сегодня, первого июня 2014 года, услышишь ты этот голос или нет. Мы расслышали этот голос. Сегодня можем среди вас иметь друзей и просим помолиться о нас. Завтра мы должны быть в посольстве Великобритании. Паспорта не отдают, а у нас открыта уже Шангенская зона. Мы идем через Турцию, Грецию, Италию, Португалию, Англию, Скандинавию с захватом, возвращаемся через Прибалки и уходим на север Мурманск дальше. Мы везем Слово Божие, Евангелие раздаем. Чтобы завтра вернули, хотя посол уже через него сказали, должны вернуть, но один Бог знает как будет. Воля Божия проявляется после того, когда уже начинается испытание, заканчивается. Мы до конца не знаем, как это будет и не надо настаивать. Написано, Иисус был услышан за свое благоговение, когда молился в саду. Да минует мне чаша всех. Как он услышал? А страдать-то пришлось. А вот в этом-то и есть. И когда просим у Бога и получаем не то, в равной степени настрой себя благодарить. Господи, я пришел, я расслышал голос Твой и болезнь, парализованно лежу, буду славить Тебя. Ни одна дурная мысль, чтобы ко мне не пришла. Это от Него, это Его любовь. Мы сейчас думаем заехать в Воронеж и нас там живет один парализованный человек, иконописец Козлов Сергей. Ему было где-то 23 года, рос его под метр 90, и он прыгнул, он головой ударился. И у него семь позвонков разлетелось, его достали минут через 20. И когда вначале делали искусственное дыхание, перерезали весь спиной. И он, у него все скручено, одно плечо шевелится. И он рисует икону на первом месте как иконописец в интернете. Ему кто не заказывает из сарфона отовсюду. И он говорит, я в прежнее состояние вернуться, кем был, не хочу. И он у нас один из самых близких помощников. Он во всем разбирается. И у него такое тонкое наитие, он только заговорили, и он сразу сказал, вот это хотите себе получить, да это. Ни один не догадался, даже ближайший ко мне священник не мог этого сказать. Он один раз только услышал и сразу сказал, я понимаю, вы хотите достичь вот этого. Вы хотите умереть за Христа. Я исповедник сидел за Господом, а он только услышал. Я нервусь на это. Нас предупреждали не ездить в Чечню. В прошлом году два раза были. Шесть мусульманских республик прошли. В доме мулына чевали. И беседы все выставлены в интернете. Мы расслышали его голос. Я скажу, как много у Бога избранных сосудов, которым необходимо протропить тропинку и дать нужной воды. Господь у двери каждый стучит. Вы расслышите голос Иоанна Златоуста? Если я сказал, а вы дальше не понесете, я ничего не успею. Так много верующих, и город говорит, все еще не верующих. Какие же мы славы, это Иоанн Златоуст говорит. Если вот мы сейчас пойдем, это не 12, больше людей. 12 апостолов заквасили весь мир, столько закваски было. А мы разошли в храм пустой практически. Это говорит о нашей может быть бездеятельности, у Бога надо получить ответ. Я расслышал Господи, сегодня я пойду и понесу. Самая быстро насущая секта так называемые свидетели Игрова. Они все до одного трудятся. Бабки 84 года, 84, инвалид второй группы по зрению. И она узнала обо мне из Белоруссии пишет. И в одном только письме она в 70 с лишним раз делает ссылку на Библию. Ну кто из вас это сделал? И эта душа, она была православной, священники ответят за нее, она мне как бы исповедуется и говорит я любила Библию, но не знала. Я посажу батюшке и говорю батюшка вот это хочу знать. А зачем тебе это надо? Ты когда приходишь он видит она все время она жертвует причащаешься что тебе еще надо? батюшку не так охота знать. Да не надо это баптисты с Библии носятся. Она еще раз пришла еще раз и потом вдруг звонок две прекрасные девушки хорошо одетые а мы Библию изучаем не хотите проходите родимые пожгла иконы и ушла в сед. А эта готовая была она православная была почему это взыщиство и англо-тоус говорит если одна душа погибнет по твоей небрежности о священии тебе всей жизни не хватит просчитаться за нее за нее умер Христос как ты мог это пренебречь а у них поставлено в обязанности если он присвятен он в течение месяца должен посидеть не меньше семидесяти домов они работают и поэтому в движении должен быть а он на том месте не стоит в мире все движется и молекул атом и протоны все и благовествуют и дети по всему милые проповедуйте евангелие всей твари расслышал голос его издалека ему не слышно надо вплотную подойти и ты скажи господи я слышу сегодня напишу родным близким поздравлю с праздником расскажу что такое праздник означает ну с чего то начните а проще начните с того что мы идем по домам раздаем евангелие только в окрестности у себя мы раздали 30 тысяч евангелие входя в каждый дом а кто приходит раздаем даем новый завет приходится покупать тратить но одна спасенная душа дороже целого мира полного золота потому что за душу умер Христос если мы это расслышали хотя бы внутренне скажем господи ты сказал придите и вот 1900 раз удары они сегодня достигли я распахиваю двери как в храме у вас я прочитал однажды что дверь врача не должна запираться а дверь священника должна быть всегда открыта это Виктор Гюго говорил в буквальном смысле мы не можем исполнить потому что разные люди но готовность прийти на помощь должна быть мы в мире странники и пришельцы не надо удивлять все что мы бедны но это наша бедность богатство мы обогащаем весь мир ибо мы услышали слово приди ему сказавшему это помолимся чтобы дважды сказанное слово отойдите не было сказано отойдите проклятые не знаю вас чтобы он увидел нас и сказал вот отец это дети мои которые жертву пришли ко мне ему слава веки аминь отец 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 Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу!